Эти дни для многих стали особенными по эмоциональному подъему. В соответствии с указом президента, тем, кто своим трудом вносит достойный вклад в развитие республики, но по воле и судьбы не является гражданином Узбекистана, вручаются паспорта. Вручаются в особо торжественной обстановке, в виде обзор программы. Назокат Халимова родилась в соседнем государстве, но вот уже четверть века живет в Новои. Здесь окончилась школа, а затем Новоийский педагогический институт. Продолжая семейную традицию, стала работать в школе. Ее любимый предмет – биология. Разработала собственную методику преподавания с использованием новейших педтехнологий. Признается, судьба подарила многое – интересную и востребованную профессию, достаток в семье двоих детей, но долгие годы ждала еще одного события. Сегодня я очень счастлива. Осуществилась мечта всей моей жизни. Мне вручили паспорт Республики Узбекистан. Теперь, как и все граждане страны, я смогу принять участие на выборах, могу продолжить обучение за рубежом. Такое доверие призывает меня с еще большей преданностью и усердием трудиться для развития и процветания родной страны. В этот день 57 новоицев получили биометрический паспорт. В соответствии с указом президента рассматривается каждое обращение. Принимаются обоснованные решения о приеме в гражданство Республики, самых достойных и заслуживающих этой высокой чести. Всех, кто живет на узбекской земле и вносит достойный вклад в ее развитие и процветание. Моя рабочая биография началась в 1991-м. И с тех пор работаю в новоиском горно-металлургическом комбинате. Но этот год стал для меня особенным. Одень запомнится на всю жизнь. У меня в руке мой паспорт. Я горжусь, что стала полноправным гражданином своей страны. Пусть она процветает. Приложу все силы для того, чтобы мои дети выросли достойными страны, в которой сбываются мечты. Сегодня самый радостный день в моей жизни. Я стала гражданином страны, в которой живу и работаю. Живет моя семья, мои дети. Теперь я, как и все, могу свободно пользоваться своими правами, участвовать в выборах и голосовать за будущее нашей страны. Я безмерно благодарна главе государства за оказанное высокое доверие. Заветные паспорта о гражданстве вручены и 41 жителю Хорезма. На состоявшиеся по случаю встречи еще раз подчеркнули. Сегодня в Узбекистане продолжается прием гражданства. А в основе принципы законности, гуманизма и толерантности. Указ главы государства затрагивает интересы каждого, кто родился и вырос на узбекской земле. Вносит свой достойный вклад в ее развитие и процветание, а также лиц, родившихся в других странах. Они долго ждали этого момента, и счастливая улыбка говорит больше, чем сотни слов. Вот уже 20 лет я преподаю иностранный язык в школе номер 33 Гурлянского района. Старалась всегда работать с душой и на совесть, ведь труд педагога особенный. Об этом дне я мечтала всегда. Теперь тоже с гордостью говорю. Я гражданин Республики Узбекистан. Держу в руках паспорт гражданина Республики и чувство глубокой благодарности переполняет сердце. Я член Союза молодежи Узбекистана, работаю в международном аэропорту Ургенча. Обещаю оправдать высокое доверие нашего президента и народа. Мечты сбываются, и сердца наполняются особой радостью. Счастье жить в стране, где тебя ценят, поддержат во всех начинаниях, чтобы ты смог отплатить за все достойным трудом и беззаветным служением Родине.